Здравствуйте туристы и милитаристы! Сегодня у нас цебу от Tuya Knife и прикольный такой ворнклифт. И так как у меня все-таки огрызки ремешка небольшие, поэтому мы сразу начинаем с двойного сидбелта. Вальдемарыч прислал фотки из пустыни совсем недалеко от Вегаса. Я прям красавчики все таки они. Но здесь все должно пройти безукоризненно. Почему? Потому что длины клинка совершенно спокойно хватает на двойной и двойной ремень безопасности перерезается ножом на раз. Теперь берем 4 и пробуем резануть 4. На самом деле, вы можете смеяться, но один из самых травматичных тестов которые я делаю. Почему? Потому что очень легко сорвать себе локоть при этом. Так, погнали! 4 практически продавливанием. Ну и восьмерку мне здесь просто никак не взять. Уже коротко. поэтому давайте мы просто так ее эффектно попробуем под углом перерезать. Будем считать, что порезал. Очередное доказательство. На самом деле, сейчас у меня в какое-то ближайшее время, буквально ближайшие недели закончится ремень безопасности и я перестану. Не буду больше закупать. Почему? Потому что я во всем в этом, кроме шоу Маст Гуона, не вижу абсолютно никакого смысла. Хотя, как вы знаете, были ножи, которые даже такой простой материал разрезали с большим трудом, с большим усилием. И, скорее всего, на замену ремню безопасности пойдет обычная 10-метровая сизалевая веревочка. Скорее всего. Почему? Потому что там вот ее вот так вот в раз вот так вот запросто продавливанием не так-то просто и перерезать. Поехали дальше. Вот у меня с любовью разного формата деревяшечки здесь заготовлены с помощью термита от Южного Креста, за что ему спасибо. Поэтому давайте начнем. Ну, с чего мы начнем? Начнем с дубочка. Дубок норвежский, как и полагается. Ох ты, чье мое. Сейчас я, давайте я с другой стороны переверну, буду строгать. Потому что то, что сейчас происходит, это совершенно ни в какие ворота. Просто какой-то пипец. Что это было вообще? Что это было? Ну что, погнали. Ну, когда потолще, то, конечно, идет немного так, не так в легкую, как было показано это на первом. Так, сейчас мы снимем вот эту. Кору. Не, ну очень, очень зачетно. Действительно, вот клинок доставляет. Клинок действительно, вот прям по кайфу откровенно строгать. Рукоять вот здесь, безусловно, оставляет следы. И немножко идет отдача в мизинец. А перенесу-ка я голой рукой сюда вот немножко свой палец. Устрогать стало еще удобнее, откровенно. Хотя, лайнеры мнут. Даже не лайнеры, сама по себе рукоять, конечно, мизинец очень хорошо мнет. Зачет. Зачет. Так. Давайте сразу сделаем аккуратную стружечку. Так. Так. Не самый удачный я взял участок. Он такой. Уходит внутрь. Вот возьму березоньку. Это слишком толсто. Хочется, хочется кудряшек. Вот. Вот другое дело. Совершенно. Клинок скользит, как по маслу. И буквально, сейчас покажу. Буквально, ребят, здесь именно получается, что вот у меня потолще чуть-чуть было это дело. Вот здесь были была стружка. потолще. И вот хочется совсем что-то тонюсенького. Я надеюсь, видно. И он буквально вот ее поддевает. В плане вот. В плане такого аккуратного, нежного строгания здесь вопросов вообще нет. Ну, и так как у нас это береза, продолжим делать это грубо. Совершенно подконтрольный угол захода. Единственное, что по-настоящему меня уже начало напрягать, это состояние моей правой руки. на что-то на выламывание. С точки зрения что-то застрогать, добрый ножик, но долго это делать получится, только с условием, если вы будете использовать или вы будете использовать перчатку, или вы просто в какую-то тряпицу обернете рукоять, потому что голой рукой безусловно хэштег наминает. Так. Меня прикалывают вот эти вот эти комментарии на тему того, что много китайских ножей. А почему? Вот. Становятся неинтересны и так далее, и так далее. Вот я вам могу сказать так, что, во-первых, будут итальянцы, будут американцы, никуда мы не денемся, просто здесь действительно чисто логистика, после новогодняя какие-то посылки идут, какие-то просто производители, они отложили сами переговоры со мной до после нового года. Вот и все, не запарившись. потому что хотели вот в рождественский период, в новогодний период отдохнуть. Так, здесь сейчас мы с вами наковыряем дырочку. Так вот, и... А я могу сказать, что мне, например, с учетом того, как сейчас Китай делает свои ножи, лично мне так даже интереснее. почему? Потому что именно у китайцев я нахожу... Это, кстати говоря, было совершенно ожидаемо, что у нас кончик невероятно деликатный на этом ноже, и он ушел довольно серьезно на кокосинге. Скажем, здесь даже отверстие нехрен засчитывать по той простой причине, что кромочка у нас кромочка-то у нас целая осталась, а кончик ушел, видите? Кончик на кокосинге ушел. Это совершенно не делает нож в моем понимании каким-то плохим, каким-то неудачным. Почему? Потому что на самом деле пора мне кокосинг делать не для всех абсолютно без исключения ножей, а как-то все-таки, ребят, причем я сейчас не совета спрашиваю, а я сейчас именно сам с собой рассуждаю. Почему? Потому что я считаю, что нужно кокосинг делать избирательно, как-то выборочно, именно если я, скажем, более или менее уверен в кончике. То есть там, где действительно мне хочется проверить состояние кончика, состояние режущей кромки в районе кончика после кокосинга без заведомо убийства. Потому что здесь я изначально это уже который нож, который я просто вот дома его когда собирал сюда вот это вот энное количество ножей на сегодняшний тест, я сразу же подумал, что кончик на кокосинге уйдет. Я, казалось, правильно подумал, поэтому я думаю, что кокосинг у нас будет не на каждом ноже теперь. Потому что нет смысла. Но это все равно, что брать и открывать консервы ножами с такой режущей кромочкой например такой геометрии клинком и просто говорит потом да, а после консервы нож получил повреждение. Здесь тоже самое. Мне откровенно сейчас обидно, потому что то, как бодро нож строгал перед этим я его просто взял и засрал. Вот и все. По-другому не скажешь. Что у меня с шапкой творится? Шапка, кстати говоря, First Tactical купил у Вальдемарча. Не люблю портить ножи. Вот не люблю. Там тест, не тест. Ну тест, тест. Что теперь? Все равно после этого такой осадочек конкретно остается. Вот чем мне нож привинился? Что я взял его и сознательно убил на кокосинге. Посмотрите. Просто просто эротика. И при этом взял и угробил кончик. Что за варвар? Спасибо за просмотр. А, по поводу китайских ножей. Так вот, весь прикол в том, что на самом деле там был комментарий и не один. Какие-то есть более грубые, какие-то менее грубые, что слишком много Китая стало на канале и так далее, так далее. Вот как раз таки мне сейчас, я понимаю, что последние там может быть два-три месяца действительно скажем, удельный вес китайских ножей на канале он очень сильно возрос и лично меня я не знаю кого-то это может напрягает, мне это очень интересно почему, потому что я вижу как они сделаны, с каким качеством они сделаны, какая у них заводская заточка и прочее, то есть я этими ножами с огромным удовольствием работаю и мне нравится. Дизайны да, еще мой неокрепший европейский разум, он не все китайские дизайны осиливает именно с точки зрения, что вот как-то но вот и получается, что не все дизайны мой скажем неокрепший разум может еще пока что выдержать, но те, которые более или менее я считаю даже не классическими, а такими вот для меня приемлемыми качество, качество заточки, все как это сделано, все как это подается, то есть я могу сказать, что если брать в целом глобально, с учетом цен, с учетом всего, ну европейские производители при всем моем уважении они втухивают сейчас китай, то есть как бы поэтому наверное вот больше, то есть по большому счету если если утрировать, если говорить так совершенно эгоистично, то на канале просто больше того, что мне самому интереснее, вот и все, а насколько это совпадает с скажем с интересом аудитории, то есть аудитория просто может быть ждет, что да, пускай будут те-то или те-то или те-то громкие имена и не важно, что там будет за ними, лишь бы были громкие имена, ну возможно, для меня в первую очередь это именно ножи, кстати говоря, скоро приедут на обзор два ножа сделанные в Китае, но сочиненные одним питерским интеллигентом, его еще называют ножеман номер один или как-то так самый большой ножеман или самый грандиозный ножеман, в общем, там много у него всяких разных величественных прозвищ, так что, ребят, все будет интересно, все будет прикольно, смотрите, ну да, Китай, это классно, на самом деле, Китай замечательный делает сейчас ножи. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся.